Кто-то вытащил финку, кто-то еще, а кто-то раз, опа, вилка. Есть русская финка, а есть русская вилка. Сделать вот так. И вот так. Дорого-богато, каменьев туда, кожу ската. Вот, кожа ската. Это что ты делаешь такое? Короче, блин, надо подтянуть. Ну, в общем... Не в сребиту. Зачем на вилке скул крашер? Захотели, короче, запечь баранью голову, короче. В глине, примерно, да? Ну, как обычно, всегда мы делаем. Сразу название есть. Ублюду. Это такой тонкий троллинг. Очень тонкий. Ты, короче, тут раскрываешь. А тут вилка. А тут вилка. Дорогие друзья, с вами снова Клинок. И сегодня мы в гостях у ПП Кизляр. И поговорим о новинках этой компании. Поговорим не только о новых ножах, о новых моделях, которые представлены. Поговорим вообще о перспективах развития. Какие планы у вас на будущее? Чего ждать, возможно, на новых клинках? Либо в следующем году поделитесь, что называется, изнанкой новых моделей. Всем привет, дорогие друзья. Сейчас мы по порядку все расскажем из того, что ребята озвучили. Тарам-тарам-тарам-тарам-тарам. Так, ну, что я могу сказать. Здесь у нас много разных ножей. И начнем с того, что... Все это новинки. Это новинки, либо прототипы. Либо это что-то переработанное. Что-то из этого пойдет в серию, что-то не пойдет. Но мы сейчас об этом по порядку все обсудим. И хочу начать с этого замечательного ножа. Это нож Калибр. Но поскольку он холодный, мы его вам не покажем в этом выпуске. Мы покажем его в другом выпуске, ссылочка на который будет вот здесь. Или тут. Так что мы его уберем. Но у нас есть классный нож, это новинка. Это как надкушенный бутерброд, да, получилось? Значит, что еще? Этот нож мы тоже рассказывали о нем. Это нож РФ. Мы можем о нем тоже поговорить. Нож РФ, русская финка. Русская финка, очень эргономичная, классная. И она действительно есть у Андрея на кухне. Я проверила. Ну, Андрей не врет. Андрей не врет. Другой глагол на язык просится. Но мы его не можем озвучить. Андрей красавчик, не подвел. Удобная, эргономичная. Хорошая, рабочая, понятная финка. Совершенно верно. И вот признаюсь, эргономика ножей, которую мы выпускаем, не всех мне нравится. Поэтому я особенное внимание сейчас уделяю именно удобству, да, форме, да. И вот это вот то, что прямо вот в руке, от чего я в руке кайфую, от чего рука кайфует, ты берешь, и тебе удобно. Это когда, как обувь, да, я не перестаю это повторять. Но для меня это прямая аналогия. Когда у тебя в руках рукоять ножа, которая тебе удобна, и рука сама отдыхает. Нету туннельного синдрома и все такое. Ну, опять же, здесь вот, если вы не любите насечку, очень часто многие жалкости, насечка номинает, что-то еще. То это вот как раз тот вариант, когда здесь нет, здесь такая приятная текстура, шереноватая немножко, которая хорошо в руке удерживается, надежно, если она влажная будет, или что-то еще жирное, там, когда что-то работаешь, режешь какие-то, она удерживается хорошо. Но при этом она не будет, как это говорят, вот там есть пупырки, они мне наминают. Мне ничего не наминает, например. А ты в перчатках половину времени работаешь. Да, но, тем не менее, это стоит на это обратить внимание. Да, это очень важный нюанс, потому что текстура, она должна быть правильно подобрана. Опять же, мы сейчас вот видим шершавую такую текстуру, она тоже подбирается, можно сделать погрубее, скажем, потоньше, вот, и нужно понимать, какой он нож, насколько рабочий нож, да, и есть, да, есть реально очень грубые текстуры, и которые сильно начинают наминать при работе. Здесь все очень достойно. Очень рогономично, очень, да. И опять же, на базе этой рукояти. На базе этой рукояти это, опять же, образец, прототип. Не факт, что это пойдет в серию, потому что, ну, честно говоря, вот эту вот историю я не услышал... Обратную связь. Обратную связь, ну, к положительному, от топ-менеджмента нашей компании, назовем это так, и люди не понимают, зачем это надо. Поэтому, если это будет... Давай поясним, что вообще это такое? Это вилка для стейков, вилка для мяса, которые... Это для того, чтобы поподставаться на шашлыках вообще. То есть, ну, мужики пришли на шашлыки и в лес куда-то выехали. Как ламынии подаются. Кто-то вытащил там вот финку, кто-то еще, а кто-то раз, опа, вилка. Есть русская финка, а есть русская вилка. То есть, это будет РФ, а это РВ. РВ, да. Ну, по крайней мере, какая-то лимитированная партия, там, 50 штук, условно, выйдет. Ну, это зависит от того, что, кстати, ребята, прокомментируете, как вам. И все зависит от... Хотите вы попонтоваться на шашлыках на самом деле, тогда следите за новостями в ППКЗЛЕР. Да, и тут, скорее всего, будет какая-то лимитированная партия, посмотрим, насколько будет интересно. Если будет интересно, то можно отдельно выпускать, либо как стейковую пару. Кстати, очень неплохо, да, когда ты берешь, допустим, на огне, там, где-то жаришь штейк и это все дело ешь. Слушай, я скажу по своему опыту, мне в свое время подарили набор от Бекера, когда в одной упаковке вложена ложка, вилка и маленькая чайная ложечка, они вкладываются один в один. И поход на самом деле очень удобно брать, потому что на конце там вообще с одной стороны и с другой стороны тайнички под соль и перец как раз. Я к тому, что если это будет какая-то история вот так вот парная, что это можно вкладывать в один чехол, то это вполне себе как раз пикниковый набор. Мы будем под названием 69. Ну, допустим, с названием и неймингом мы еще поиграем. Но на самом деле, если это вложить каким-то образом, продумать, опять же, у вас есть 3D принтер, экспериментируй, сколько влезет, то было бы очень интересно. Да, ну это все, да, смотри, ну вот видишь, это же полном вставляется в те же самые нужные. То есть вставляется, то есть смотри, ты на одну, вот, на правый бок, на левую вилку у тебя получается. Слушай, ну тогда и ложка напрашивается. Ну ложка посередине, да? Да. Для мужчин. Сзади. Да, сзади. Вот, и собственно, да, вот, на самом деле, почему нет? В качестве экспериментальной истории? Почему? Ну это можно попробовать, ну просто напрашивается. Ну а как ты ее отдельно? Она будет в отдельном чекле у тебя? Отдельный чехол к вилке, одел на чехол к этому? Да. Это уже громоздко. Слушай, ну, тут на самом деле не громоздкий чехол совсем само по себе, все это очень узенькое. Ну у тебя будет как бы два предмета, а здесь это все-таки в одном. Не, ну хозяин барин как раз обсуждает этот комментарий. Ну это как раз обсуждаем, ребята, пишите в комментарии, на самом деле, как было бы интересно увидеть это, в каком виде, это будет интересно всем почитать. Да, поэтому... И получить обратную связь. Да, поэтому, да, очень правильно. очень правильно услышать ваше мнение так а мы идем дальше далее у нас она с рифом понятно с тараном в новых ножнах о нем мы тоже говорили недавно но это можно посмотреть видео о туристических ножах да тут универсально да тут очень здорово все эргономично также все понятно тоже финка так таковая дофинская форма подрыви нам исполнили бочком с длинным супер эргономичными нужными можно работать одной рукой в общем извлекается одной рукой или же обратно и большая вариативность крепления этого ножа на снаряги размещения совершенно поэтому мы заставить внимание сейчас сильно много не будем то хочет тот посмотрим мы идем дальше и расскажем как у нас вот об этом давай расскажу вот об этом ноже нож навага это значит нож который мы уже выпускаем достаточно давно но рукоять она несколько такая с хохломой и вот это вот таком виде сейчас более рабочие вот более такая ухватистая рукоять получилось более эргономичная и сейчас буквально пока у меня в гостях в нашем замечательном инструментальном цеху происходит сборка литьевой формы для вот это несколько ножей здесь будет вот форма на вот этот и нужны ну и сначала вы отпечатали то все на 3d принтере подогнали все отработали функциональная модель на тайны принтере чтобы мы могли оценить даже то насколько сколько усилия нужно предлагать для того чтобы вытащить нож из ножен то есть это регулируется там мы либо ролик мы чуть ближе ставили пониже дальше это все важный момент потому что слишком легко неправильно слишком тоже не правда так будет болтаться так будет очень тяжело вытаскиваете джу вы переосмысливаете свои популярные модели меняете современном исполнении опять же чтобы людям было комфортно как мы уже шутили хочешь ярко будет марка но мне на самом деле я как-то последнее время распробовала яркие ножи потому что в лесу походе это максимально удобно и ты знаешь яркие ножи ну во первых все привыкли к черному это классический цвет и хочется чего-то другого мне нравится что вы все опечатываете сначала на 3d принтере это позволяет на трогать вот та самая эргономика на трогать как и лёша понмарёва говорит нож на троганный то есть сделали вот здесь надо немножечко снять вот здесь немножко там нарастить добавить а ведь эргономика из этого рождается как она и рождается да это это очень здорово опять же высокоэкологичное производство позволяет это все делать что ты можешь на каждый такой вопрос смотреть вот ну все переходит на пластик да то есть были кожаные ножны например вот если сравнивать производство кожаных ножен и пластиковых ножен для понятно там для маленьких производств это пластиковые ножны это не подсилит но для вас например производстве пластиковые ножны становятся дешевле в итоге чем кожаные при ваших при ваших объемах конечно то есть получается технологичность первую очередь понимаете кожаные нужны как вы видели там целый это целый большой и много даже чтобы сделать нужно это грубо говоря несколько технологических операций причем даже не то что несколько там 10 здесь пластиковые ножны тоже сегодня просто потому что прежде чем мы смогли бы сделать вот так да мы очень большую первую интеллектуальную работу проводим над проектированием форм над изготовлением и от сам человек который занимается проектировать он и я могу сказать что блин это крайне много нюансов там есть зависимости от пластика от иластрона там все это усадки нужно учитывать держать голове для того чтобы потом было просто сначала должно быть тяжело или очень тяжело потому что есть нужны на вот тот же калибр который мы убрали очень сложный но там две половинки без каждое изделие она уникальна про не только в саму по дизайну но и о подготовке производства и поэтому для нас это даже для нас имея там большой инструментальный цех и уже налажено и вот это производство форм это тоже тяжело оно не может быть просто простым потому что технология такая требует больших трудозатрат и стоимость я сейчас не буду говорить но она очень высокая на литьевые формы и за каждым ножом практически конструкторское бюро стоит и может позволить себе вот такое вот такое крупное предприятие там которое выпускает 35 тысяч в месяц ножей 25-35 сколько нет смысла позволять себе использовать данную технологию сделать 300 ножей в месяц конечно это ну блажь какая-то да то есть ты должен тогда продавать ножи по 50 тысяч рублей ну принципе наши мастерские так и делал на жизнь за тысяч рублей обычно не комплектуются пластиковым ножом и будем откровенны да вот и тут получается что исходя из объема нужно все делать если ты хочешь большой объем ну как ты сделаешь там из дерева это можно но за другая история там овчинка выделки не стоит нет это здорово что максимально как бы рабочие вещи дешевые получаются конструктивно понятные и доступны это сделано как раз за счет объема просто производства очень круто вдруг вы еще там на аутсорс будете отдавать может другие будут маленькие мастерские к вам приходите хорошо но у нас это практика есть мы опять же завелываем то есть завела вот а вот на коллаборация на коллабе на условиях коллаба пожалуйста просто аутсорс так кто кто захочет пришел купил каких ручек там пакет по килограмму нет эта история не работает потому что мы производим ножи а мы не производим там тэп изделия или пластиковые это потому что вспомогательный процесс для нас поэтому если вы хотите кто-то из ножа делал хочет займите себе такую технологию пожалуйста приходите пишите с предложением будем сотрудничать почему нет и продолжаю это же второй нож тоже просто я посмотрю сразу минус продолжим да это тоже из это же как бы переосмысленной серии клинок у нас остается рукоять новая нужно тоже новый потому что для кого-то одна форма клинка вы сами знаете удобно для кого-то другая хорошо когда есть выбор иногда плохо когда есть выбор сложнее выбрать отобрать при вашей цене нужно сразу брать оба совершенно верно что не не стесняется да потому что всегда можно подарки кому-то подарить да так давайте тогда от крупных ножей перейдем к маленькому термите к термите ко мне кстати подарили на найфовки спасибо огромное я знаю что он у вас кстати комплектуется не вижу паркорда мы просто не стали выкладывать и там мне сразу намотали а мы сейчас не стали потому что съемок у нас много мы хотим показать как можно больше поэтому мы не стали что-то но у нас комплектуется да что там есть еще комплектуется такой изящный передач получился с появлением у нас лазерного скольчного комплекса мы теперь можем очень быстро менять дизайн и вырезать и мне этот ножичек очень нравится потому что он мечта лёши вскрывать коробки нет на самом деле у меня очень много друзей кто на склады на складе работает и вы такой шейник чтобы вскрывать коробки либо резать там не знаю скотч пленку это вот его хватает сто процентов мне у меня нравится потому что над дизайном я работаю то есть любимчик получилось симпатично прикольно а это вот специально сделано на самом деле как вставочка для того чтобы она удерживалась в ножнах конечно наверное односторонняя за . как это все должно быть и пластиковые ножны легкие которые надежно удерживать может висеть на шее и оттуда вытаскиваться и что-то им подрезать работать действительно какой простой но другой стороны очень стильный ну если хочешь намотку взяли намотай там на лучшее тоже удобно да нет плане того что рукоять можно обмотать паракордом и повесить нос так давайте мы гнали дальше дальше поговорим раз начали говорить молитм или маленьких ножах давай поговорим вот подряд пойдем вот так вот это нож жнец жнец это наша новинка значит у нас есть нож крот ешь это значит такая идейное такое продолжение мы здесь использовали особый вид монтажа рукоятки когда мы используем пластик и это не клей специальная технология я могу сказать что нож получился эргономичным потому что мы тоже много печатали и покажем даже до этого такая но мастер-модель получать это как первично что но нет сейчас я расскажу чем суть мы выпускали вот рукоятка из эбс пластика этот можно сейчас мы приостановили производство этих ножей в таком виде потому что будет потому что мы сделали новинку поработали а здесь что-то с эргономикой не так как хотелось не поэтому переосмыслили и будет вот такой вот нож здесь будет эвостроновая рукоянка уже то есть потому что эвострон в принципе он более приятен приятнее в руке лежит чем пластик и с точки зрения эргономики и тактильных ощущений и вот уже первый образец клинка вот как он будет выглядеть и литьевая форма сейчас тоже и то есть тогда поясним нашим зрителям до что сюда получается уже будет тогда направляться вот это эвостронома будет вставляться и фиксироваться с помощью трубочки да вот вот так вот такая вот будет форму он так выглядит очень прикольно у тебя когда смотрел сразу руки взял поиграть потому что выглядит прикольно а уже фиксируется в ножнах но так для этого это и делается от цветовое исполнение рукояти будет будем разные ставить будем а кстати ребят напишите какой из цветов которые мы выпускаем вам больше всего нравится не хватает фиолетового не хватает розового цвет который мой любимый фиолетовый фиолетовый где финки вот очень прикольно мне кажется к этому ножу будет саша ножку цвет который вот это прямо смотрится очень красиво такого небольшого ножа он будет хорошо смотрится яркий заметный и достаточно стильный мы еще не показали с тобой много чего много чего складную вот эту мелкую твой он такой маленький да вот этот нож шип это тоже были надеянное продолжение всей этой истории с кротами с ненами с ежами то есть очень давно давно много лет нас просили сделать вот такой вот ножичек но мы не знали как кинжального типа типа мы не знали как его сертифицировать там решение нашлось и вот такой стильный маленький десятишник он просто прикольный он реально какой-то харизматичный маленький такой мы расскажем какое решение нашлось нет 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 пускай покупает свой цикл а скажи мне еще пожалуйста глупый вопрос но тем не менее как рождается название этих ножей слушай ну явно генерирует ними нейросеть надо попробовать поэкспериментировать а это бывает когда-то в команде приходит идея вот кто здесь вот в кбс сидит ну кто-то занимается ножом если я занимаюсь я стараюсь какой-то название здесь у нас главный конструктор дмитрий он занимается ножом соответственно у него там свои идеи и мы первую очередь рассматриваем эти идеи которые человек предлагает до инициативу но иногда бывает так самое вы не поверите самый сложный этап даже не столько с точки зрения экономики дизайна а вот именно придумать правильное название для ножа вот для меня это самый сложный этап потому что были ну вот это как корабль назовешь так он поплыли вот калибр вот идея сразу пришла как его назвать но прямо с ним действительно так это даже вот и когда сказал потому что в москве помню ты показывал потому что калибр вот действительно да ну как-то многоградно это название на некоторые нож смотришь и название возможно рождается да ты вот вот я не знаю это это во-первых вообще пока что это лимитированная история это у нас то что возможно будет а может не будет но это я рассмотрю на него и у меня сразу название у блюду было бастарды всякие такой тонкий тролли очень тонкий и так что я не думаю что мы будем выпускать ну я просто готовился к этой речи к вопросу как это можно будет назвать перед зеркалом вчера я поняла что-то пиратское на самом деле я как раз тоже думаю что это типа какой-нибудь бонса там или джона сильвера вот уже мы еще не рассказали вот здесь лежит про большую вилку вот эта вилка да вилка причем со вскрытой рукоятью ну так чтобы видели что все крушно да а это просто как бы она препарированная я ее разрезал да чтобы можно было здесь так вот сделать и это опять же история про то что ребят хотите попонтоваться на шашлыках то есть это вилка нож будет вилка нож такая будет нет это просто вилка не будет а не будет на почте заточить у берегу и затачивать что я не знаю можно ли будет вернее нужно ли будет сертифицировать это вилка да ну во-первых надо давай не накидывая некоторым можно не всю грань зачем на вилке school crusher если кости будут кости да хорошая хорошая тема а это есть же скул крашер да это ломатель костей да ломатель черепов да ну вот захотели короче запечь баранью голову короче в этом в глине ну как обычно всегда мы делаем да на шашлыках чтобы добраться до мозгов вот как без скол крашера там самовкусная поедешь на шашлыки будешь понтоваться ален все я поняла все для понтов я поняла в дагестане все на шашлыках должно быть для понтов короче дорогие друзья если вы хотите вот эту вот вилочку себе в коллекцию или же вы хотите выехать на шашлыки и чтобы все не сомневались брутальности брутальности да оставляйте свои мнения в комментах к этому видео и я думаю что если достаточно соберется мы ну как минимум какую-то лимитированную партию мы также выпустим как вот вот этой истории потому что будет ли по стоимости она однозначно будет ракет примерно так же как и полноценный нож только это будет вилка разный подарок для тех нажиманов у которых уже есть все есть сюда и еще мы все время вот такие штучки снимаем классные с ножей которым я очень честно говоря доволен потому что они нам очень помогают работать чтобы все ножи у нас были выставлены давай расскажем-ка что это такое вообще это ведь тоже ваша разработка бусина д это бусина д чем это многофункциональная будь очень многофункционально потому что это и как темляк темлячина бусина может использоваться она удобная в плане что тут такая вот как вот как пуля формы да ты когда берешь тянешь ну это как раз тут как типа из разряда людей людям понадобится таким как я когда просто подвешиваешь совсем коротенькое узелок делаешь для того чтобы из ножен вытаскивать было удобнее когда подхватываю дело в том что как родилась вообще идея сделать вот такой девайс я долго сидел смотрел бусины разные вот реально смотрел думала чё люди в чем прикол я не понимал потому что ну там всякие финтифлюшки носить но даже неудобно там это кастомные бусины которые там со сложным ли чем она же будет ну грязь добиваться карман резать все-таки хотела сделать такое изделие которое будет интересными многофункциональным и вот родился такой вот дизайн и казалось на хрена ну ну вроде все очень простенько да нахрена на все нужно на самом деле я сейчас объясню вы охренеете от количества применений давай потому что во первых продеваем темляк получается стандартная темлячная бусина продеваем не впрессовываем магнит вот сюда нижней части и у нас получается подставка ну вот у тебя допустим в мастерской где-то там не знает домой пришел не на крючок повесила куда-то раз да если даже вот повесил на ключи там все ты бра спокойненько ключи так прим с нами на в этом ближе охрененно удобно то есть практично удобно и понятно причем мало весит она же пластиковая она же легкая пластиковая не висит не так что будет на ключе болтаться сразу какой-то брелок большой это теперь начинается магия тебя в стен там разные кучи битые отвертки но с собой ты не сюда то это не тебе не охота где-то стоит на это все использует ну у тебя думаю мастерская тут специальный шестигранник отбита держатель да это гениально то есть не есть просто более высокие биты да и она получается выступает и ты допустим имеешь несколько вот этих бусин у тебя там где-то на этом на перфо панели там бусина 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 с разными короче вот этими головками ты берешь открутил прикрутил очень удобно и потому что блин реально просто и прикольно потом самое для вас важное да для меня это просто это разом на засуну я как фотограф в прошлом предметный который занимался съемками ножей внезапно я думаю блин а как же еще можно использовать и вот пожалуйста прикрепляем и это будет удобно и предметным фотографом и тем у кого магазин есть это хорошо смотрится на самом деле на выставке потому что ножи не лежат получается горизонтально они находятся вот таком когда нож можно рассмотреть это удобно для магазин супер удобно что это не надо отдельные специальные подставки и на плоской поверхности ножи можно расставить и не разложить и они меньше места будут занимать когда ты их бачком грубо говоря а если у вас там большая коллекция хотите лицезреть ну пожалуйста вот вот просто на обычной полке да чем толкаешься что вроде все полочки есть нож надо класть либо надо подставочку отдельно и тебе вот это все здесь просто ты поставил достал поставил на полочке все расставил красиво у тебя уже прикольно все оформлено это очень нравится то что она многофункционально это еще не все продолжаем в ухо можно в ухо в туннель до короче две бусины короче берешь так вот между собой связывай туда в туннель короче это у кого кому надо кого-то надо это не обязательно применение а потом что у нас вот спортивка знаешь спортивные штаны у тебя постоянно короче вот эта резинка убегает убегать берешь две бусины продеваешь короче они где тут болтаются и вот такое вот так надо это нужно полярный спорта полярных мне вот потом шкафчик ручка нужно берешь специально под саморез что мы очень классно и тут специально под размер подобран под саморез не берешь кое-что самое так короче у тебя ручка а для шкафчика можно открывать представляете когда можно ты берешь бусину свою и вместо ручки на шкаф потом потом берешь саморез к стенке там куда-нибудь шпонька и у тебя вешалка для одежды так как еще можно использовать если вы предложите действительно очень классную оригинальную идею я вам отправлю бусина пак это двина икс там 12 этих бусин 12 магнитиками пятью самым креативным оригинальным экспериментатором гарантированы подарки ну чтобы это не растягивает во времени 45 и это будет пока там течение месяца после того как это видео вышло так что ребята пишите ваши варианты как еще можно использовать эти биты эти бусины до битами и эти бусина и еще еще кто увлекается там канбанами разными до системами управления организации или проектами у вас там обычно большая доска и мы берем и мы берем вот это как же берем бусинки бусинки берем да и мы поставим можем как бы прикрепить и смотреть и сейчас этот людям малины леса лиза лишают сейчас сидел так как же я раньше просто магнитики лепил цветные а тут теперь можно мне бусина да у нас тоже рождаются тоже есть вот оранжий вот яркий вишневый и допустим мауке если у тебя там и постоянно на вот эти вот на холодильник да ну все здорово очень круто сейчас мы все просто не давать давайте давай мы тормознем а том же изменения сейчас вау нагружу просто потому что и зрителям обещал и зрители не будем так вот на самом деле вот блин это стоит все вообще копейки какие-то нереальные копейки но настолько это супер функционально и все правильно все гениально просто это вот самое я считаю что самая гениальная бусина сама генера твоя идея до этого года этого года так что друзья пишите комментарии свои и пяти самым креативным тот кто придумать самые интересные варианты использования этих бусин андрей отправит вот эти вот замечательные комплекты по 12 штук бусин да очень здорово но мы продолжаем и значит вот это вот у нас пока разработки вот этот нож в одной нож в одной нож да но здесь не так просто это что ты делаешь такой короче подтянуть в общем к просто я тут а его 11 до такого подтянул что он работал как на подшипников а вот это вот благодаря нашим новым технологиям лазер и прочим и сейчас хотим развивать направление складных ножей и вот нет да блин вот так она конечно как будто бы это так просто вы это не просто на крыльях как не просто поэтому очень соскучились люди вот но все правильно и здесь мы применили несколько технологий новых это в первую очередь технология двойного трясования когда мы делаем сначала с каркаса каркаса потом туда вливаем уже другого цвета строн да потому что блин и здесь у нас тоже будет и астроновый спейсер то есть он как бы такой вот он вязки понимаешь да то есть это дополнительно придаст цепкости цепкости да и были ну мне вот очень вот сразу он понравился потому как что в руке классно сидит хорошая рукоятка большая и понятная форма хотя знаешь сейчас вот есть какая-то тенденция спорная весьма когда делают очень непонятно космический непонятный дизайн да вычурный во всяких товаре все купец я ничего против ними ну я как-то не особо понимаю вот эти вот космические дизайны да космический дизайн просто на рабочем ножи не нужен во первых даже есть все и ты хочешь любить глазами а то есть такая когда хочешь достать нож и чтобы все ахнули да это человек понтоваться вилкой как нет это нам нельзя значит это вы дураки я сама перед собой я сама вот свой такой рассмотреть а чё сама перед собой а если короче тут раскрываешь от вилка вот представляю вот это будет космический дизайн в ноже да если здесь будет вилка вот сделаешь поговорим мне надо потрогать сразу скажи пожалуйста в каком ценовом диапазоне будет примерно стоимость вот ну вот это будет до пяти тысяч до пяти я думаю да ну . ребята те кто страдает что им не хватает бюджетных складней рабочих причем да в сторону только китайцев есть возможность обратить внимание на кизлят мне кажется чуть-чуть потенциал они чтобы помягче а это все отработается потому что это тут я самый первый собранный прототип и хорошую механика у этого мне суши нравится так хороший рабочий замочки чуть больше рисочку скошены чтобы не глядя можно было отжимать ну да ну об этом уже поговорим за кадром на самом деле да все эти нюансики мы уже обсудим поле а кстати привезете на клинок чтобы народ потрогал прототип посмотрел или вы уже приведете не 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 никакого готовых точно не будет клинку прототип до прототип возможно будет а вы вообще собираете вот так обратную связь возите какие-то новиночки так вот до калибр привезли он же был москве в москве было так много и всего что я была ошеломлена я была даже мёд и валенки я просто была вот так вот неужели столько ножей поэтому я не все помню уж извините ну что мы еще не показали вот эту это сербский нож но он еще тоже в процессе разработки так да это в процессе разработки история думаем как это все назвать все птиныш да блин все вот как-то слишком просто сн да вот и сюда на наш это простое вот хороший название он же креатив пошел лишь как а не просто там навага или минога да например или шип что будет на рукояти на рукояти будет что-то ну в смысле элострона или нет элострона не будет будет что-то такое традиционное натуральное то есть это дерево да орех орех граб но пока в процессе грабе будет смотреться более дорого стильно черная с вот внушительным папой шефом сон 23 я все равно половину нас и переименовывает ну не перегравирована стирают наждачкой просто у меня у нас есть свои имена а как ты назвала у меня не как-то называешь спайдерка пара милитари у меня его нет поэтому никак обычно все пара называют это надо вот чтобы между тобой ножом прошла магия короче если мне будет проблемы с неймингом я тебе напишу да решим так что с сербом сербом но он пока процессе разрабатывается да и вот чуть-чуть выпускают но условно там партии 20 штук и он грубо говоря там расходится очень быстро то есть это как капля в море и мы пока вот на этапе того что мы думаем какую ручку сделать какое оформление вот так что это все в процессе так же как и вот этот тот ножичек вот не название нету название придумал но это будет слишком жесткий троллинг я о том что пока этот нож можно заказать ну грубо говоря захочу я сделать кому-то там подарок и можно будет с гравировкой какой-нибудь вот это украшательство хохлома как ты говоришь можно мини-пану не золоте до серебре все придет дорого-богато дорого-богато нефть туда кожу ската вот кожа ската сейчас алена все расскажет все как золото знаешь ты хочешь чтобы в моих ушей потекла кровь а теперь будет джельно мизинскую роспись на рукояти друзья давайте мы хотели поговорить еще о развитии планов на развитие компании ты говорил что большие планы на самом деле на развитие складных ножей у тебя совершенно верно на ведь вы видели парк нашего оборудования который будет также обновляться в ближайшее время у нас придут станки благодаря которым я надеюсь у нас получится делать и адресом тонкое сведение все прочее да за что у нас иногда ругают есть такая обратная связь но опять же тонкое сведение тоньше сведения больше съем больше денег нужно потратить это никто не об этом стоимость значит будет вырастать очень бюджетные ножи выпускать она же там до 9000 но вот смотри я хочу чтобы у наше направление складных ножей было вот вот условно будет дизайна я думаю что на самом деле выпускать какие-то кастомные версии всегда можно они должны быть доступны чтобы опять же этими работа ребята каст кастомная история это штучная у нас вы видели сколько сотрудникам работы ты если занимаешься кастом направлении ты один ты себя прокормишь а нам нужно прокормить 200 конечно поэтому кастом на это все-таки такая очень интересная история да и на данном этапе я вижу что нам вот что-то вот такое условно там bench как вот если сравнить параллели провести я хочу чтобы козляр стал делать такого же уровня на жить и чтобы они были и доступными в среднем сегменте ну это хорошо что есть такой план и стремление к этому и то на что равняться да если равняться нужно как раз на равняться на лучших вот в сфере ниши поэтому мы начинаем делать уже такое более сложно будет деть но и честно говоря если вот прямо в карачку заниматься фиксами у ну чуть-чуть уже утомила потому что она как бы интересно но это фикс вот и хочется все складными можно поиграть замками можно поиграть с материалами на рукояти и так далее но хочется в первую очередь вы сбросить себе а то есть ты сам перед собой ставишь амбициозной цели типа смогу не смогу да я хочу чтобы мы выпускали классные складные ножи которые бы нравились людям которую когда вот знаешь берешь и понимаешь вот эта вещь класс и я в первую очередь ну надо же как бы цену стремиться куда для себя планку ставить какую-то вот пожалуйста мы уже вот в фиксах я считаю что мы уже эту планку заняли нормально все хочешь можешь среди фиксов найти себя наших и это тоже будет прям широко серийная линейка процентов и по объему ну я очень рассчитываю на то что мы сможем когда самая главная эта история то в том чтобы было движение делать правильно это очень интересно видя что у вас есть планы на новые цеха на то чтобы станки переедут и так далее есть еще место есть еще площадь позволяет чувствуете вот и я хочу вот так то есть в первую очередь сейчас будет акцент на новые складные так еще что планах это уже нормальный план хороший план захватит мне кажется это очень здорово продолжаете развиваться да да просто еще опять же то что планах ну план то есть вот здесь надо реализовать надо реализовать потому что понимаешь нужны и люди мозги люди команда которая бы расширение команды нужно потому что одному абсолютно реже не один здесь работает реально огромная команда сами все видели как это происходит но и вы могли это посмотреть это видео где мы показывали обзор завода посмотрите здесь можно будет вот здесь она будет да у меня просто право лево он просто мы с этой стороны вот и вот эта вот история а какие планы вот направление на то чтобы обновить парк оборудования классные ножи складном сегменте с интересным дизайном но мы нажимаем начинаем с простого да потому что простое понятно что там проект то есть ну пока что потом одессе не знаю в планах там коллаборации с какими-нибудь и именитыми дизайнерами российскими либо вот и мы хотим поработать с кем-то попробовать потому что ты правильно говоришь у вас есть собственное конструкторское бюро но иногда бывает может вы с кем-то дружите хорошо они приходят и говорят у нас есть крутой дизайн давать и нож который у меня в проекте как раз это коллаба с известным одним дизайнером кем не скажем кем не скажем и там будет блин реально очень крутой дизайн если мы успеем у нас там скоро 25-летие и если мы успеем и я бы очень хотел чтобы успели вот к этому 25-летию выпустить нож это будет очень круто ну а по фиксам учить придумаем тоже по фиксам однозначно что-то придумаем да классные маленькие горфиксы это даже то на что я обратила внимание хотя я уже упоминала я до этого была несколько равнодушна к вашей компании а сейчас что поменялось а сейчас что-то меняется что-то меняется а что надо потому что она увидела она прониклась нам наконец сердечку через еду ребят на самом деле просто чтобы алёну надо нормально хорошо накормить и дружелюбно принять честно не знаю почему у меня есть друзья у которых прям приличная коллекция ваших ножей ну до этого не было возможно цепляющего меня дизайна а это в том числе происходит от чего то что ты не все смотришь ты смотришь на ну это как со спаями мне пришлось пересмотреть коллекцию в 200 ножей чтобы из них отобрать три-четыре понятие не нравится но четыре модели мне увидишь опять же я могу это так объяснить ты была издалека знакома с нашей компании а сейчас ты посмотрела на производство через призму моего восприятия и да и это же ну понимаешь это совсем по-другому когда ты видишь изнанку когда тебе показываю я тебе показал то что ты нигде не увидишь и рассказал какие-то вещи да это же реально цепляет вот если я приехал на любой завод и мне рассказали там с нуля что как ух ты да да круто и опять я когда обычно приезжаю магазин сколько там лежит ножи и от кизляра ну допустим 10 20 а здесь у вас в магазине их 200 позит а тут все ножи от кизляра в магазине есть уже из чего выбрать и из 200 все равно найдется что-то на что-то обратишь внимание 300 спаев перебрала кизляровские все переберу поэтому да я думаю что уеду точно с обновками возможно не только на подарки но и себе а для меня это показать я точно себе много чего дорогие друзья на этой прекрасной ноте андрей хочу сказать спасибо что нам интересно рассказал о своих новинках друзья пишите в комментарии не забывайте о том что мы говорили о конкурсе про бусины обязательно пишите свои комментарии ставьте колокольчик не забывайте подписываться на наш канал на канал пп кизляр с вами была алена андрей санчес всем добра но если вы хотите своими глазами посмотреть на то как делать настоящий кизлярские ножи белком на завод если хотите приобрести welcome в описании там будет ссылочка до мир дружба порошки а